Семантическая обработка текста Внедрение новой технологии также облегчит работу корпораций. Теперь несчетное количество документаций можно будет легко систематизировать. Эта разработка скорее ориентирована на корпоративных пользователей, то есть на какие-то крупные коммерческие структуры, на ученых, исследователей, на образовательный процесс. Студенты могли бы этим всем пользоваться при выполнении своих учебных процессов, курсовых, выполненных работ и так далее. Создание базовых средств обработки языка поможет автоматизировать анализ текстов. Совместный проект позволит продвинуться в области компьютерной лингвистики. К примеру, английский язык уже изучается с помощью похожих технологий. Но помимо профессиональной сферы, данная разработка затрагивает и повседневную жизнь. Если же говорить о практической ценности тех технологий, которые мы разрабатываем, вы же пользуетесь поисковыми системами Google, Яндекс, вы пользуетесь орфографическим корректором в Word, вы пользуетесь программами распознавания текстов. Это все результаты многолетних, десятилетних исследований в области компьютерной лингвистики. Благодаря лекции студенты не только получили информацию о новых направлениях в области компьютерной лингвистики, но и смогли приблизиться к практическому изучению темы. В КФУ этим занимается лаборатория интеллектуальных поисковых систем и симатических технологий. На данный момент здесь проводятся перспективные научные исследования и прикладные разработки в области информационных технологий. Активное сотрудничество с ведущими центрами в этой области является основными приоритетами исследовательского подразделения. Наш отдел занимается разработками программ характера более линейного, то есть по принципу один компьютер, одна задача. Московские же коллеги занимаются разработками в плане, то есть одну задачу распределения из компьютеров. И сейчас наша лаборатория будет заниматься примерно этими же задачами. Специалистов из Москвы в КФУ привлекают не только совместные проекты. По словам Полякова, он бы с удовольствием поддержал инициативу Казанской школы информационных технологий в создании магистратуры в области компьютерной лингвистики.